Здравствуйте! В эфире «Наше время» в студии Елена Макаренко. Через неделю в Барнауле впервые пройдет фестиваль «Зодчество в Сибири». Вместе с российскими архитекторами к нам съедутся гости из Франции, Америки, Японии и других стран. Но примечателен фестиваль еще и тем, что на нем будут обсуждать проекты по регенерации исторических территорий в Сибири. Для нашего края эта тема имеет особое значение, поскольку один из местных архитекторов, чей проект изучает Министерство культуры России, предлагает создать охранную зону вокруг Барнаульского сереброплавильного завода на расстоянии не больше 10 метров. Но это не одобряет профессиональное сообщество края. Почему? Об этом в частности и о судьбе завода в целом поговорим с архитектором Барнаула Александром Деренко. Здравствуйте, Александр Федорович. Здравствуйте. Маленькая деталь. В Министерстве культуры не мой проект. Проект других архитектов рассматривается сейчас, охранных зон. А так, да, в общем, действительно это так. Какие вопросы у нас будут? Вот скажите, действительно проект, который вы подчеркнули, не ваш, но тем не менее, который касается обустройства территории спички, вот так всколыхнул архитектурное сообщество края? Ну, я хочу сказать, что всколыхнул проект охранных зон, который разрабатывали наши коллеги, в частности Екатерина Шиповаленко. Он рассматривался на разных этапах, в том числе и у нас в научно-регистрационном совете. И сейчас он рассматривается до сих пор, он, наверное, с осени того года, 17-го, в Министерстве культуры. Ну, мы надеемся, что в ближайшие буквально дни, скорее всего, это все разрешится. И проект будет в каком-то виде либо одобрен, либо, может быть, опять отклонен. А почему он всколыхнул? В чем его суть? Ну, потому что очень много людей очень пристально, близко, близко к сердцу воспринимают эту территорию действительно. И очень тщательно смотрели и находили для себя в этом проекте, он был опубликован, какие-то моменты, которые, ну, не совсем, может быть, правильно или корректно сделаны. Один из моментов, я так понимаю, это расстояние от объектов, правильно, да? Да. Ну, по версии самих авторов, которые разрабатывали, они считают, что это так, да, что охранную зону можно, ну, максимально приблизить к памятнику непосредственно. Вот. Ну, это их версия. Есть версии, когда понимание, что зона должна быть немного пошире сделана. А почему? Вот противники к чему сходятся? Почему она должна быть шире? Ну, с тем, чтобы просто определенный запас прочности, если так говорить, да, то есть обезопасить здание вот каких-то нежелательных, возможных пристроек или там, возможных новых рядом стоящих зданий. Вот в чем дело. Хотя вот есть еще и дополнение непосредственно к зоне охраны памятника, есть еще зона регулирования застройки. Вот. В зоне регулирования застройки можно строить какие-то новые здания, но здесь делается специальный регламент, который показывает и говорит о том, каким должно быть здание, какой высоты, каких габаритов и на каком расстоянии оно может приблизиться к зданию, к памятникам культурного наследия. Ну, вот противники предлагают, насколько отодвинуть эту охранную зону? Честно говоря, я не ввел статистику о том, что говорили противники, но вообще все это визуально определяется и какими-то, может быть, расчетами. Нет каких-то специальных, ну, научных, что ли, расчетов, да. Вот если высота здания такая, то давайте вот, скажем, две высоты этого здания от него отнесем. Ну, какие-то разумные есть вещи. Ну, наверное, метр там 10-15, может быть, где-то это вполне возможно. То есть здесь нужно смотреть, ну, трезво на ситуацию, и с тем, чтобы это не мешало и хозяйственной какой-то деятельности, да, какому-то развитию территории тоже именно нанесло ущерб, в том числе и визуальный ущерб памятнику. Александр Федорович, ну, если так вот прицепились к этим метрам, да, от этих объектов, то есть правильно ли я понимаю, что там есть еще и особое какое-то историческое значение, наверное, для вот этого расстояния или, не знаю, культурного слоя. Ну, безусловно, безусловно, для нас, вообще для тех, кто занимается историей, да, и вообще сохранением культурного наследия, ведь этот завод, эта территория, она представляет собой единый комплекс. Что такое комплекс? Комплекс — это значит совокупность зданий со своей какой-то территорией. А, соответственно, восприятие должно быть не просто как отдельного здания, а восприятие комплекса зданий. А, соответственно, какие-то нужно выбирать точки, с которых наиболее выгодные, с которых этот комплекс наиболее выгодно воспринимается людьми. Вот поэтому нужно определить вот эти визуальные точки, да, и стараться сохранить их, не чем-то не ограничивая. Потому что если они уйдут в какую-то другую зону, то мы можем потерять просто очень хорошие и интересные виды. И восприятие неправильно будет. Ну вот, тем не менее, получается, что проект местного нашего архитектора сейчас рассматривают в Москве, да, я правильно понимаю, где предлагаются там 5-10 метров от объекта. Кто вот рассматривает, когда будет рассмотрен этот проект, и что будет, если он не изменится или изменится? Ну, я так скажу, что то, что проект так долго не согласовывался, да, в течение почти полугода, говорит о том, что, скорее всего, эксперты в Москве, потому что это федеральное возначение памятники, соответственно, экспертиза — это федеральное Министерство культуры, а эксперты очень ответственно подходят, видимо, к рассмотрению этого проекта. У них есть вопросы, у них какая-то есть, наверное, переписка и замечания с авторами проекта. Поэтому, я так думаю, там идет какой-то рабочий порядок, вот какие-то замечания, ответы на замечания, возможно, корректировка, потому что мы не видели до сих пор еще, ну, может быть, уже откорректированный проект. Я думаю, что вот после вот этого научно-реставрационного совета какая-то информация все-таки мы будем иметь о судьбе этого проекта. И тогда мы можем о чем-то говорить, вот просто предметно, что да, так получилось или не так получилось. То есть все-таки это правильно или неправильно. Ну, то есть вот сейчас говорить очень сложно об этом. Александр Федорович, и тем не менее, вот судьбу туркластера Барнаула и Спички, в частности, обсуждают уже где-то там два с небольшим года. Вот на ваш взгляд, в целом ситуация, она улучшается или же нет? Вот если говорить именно о сохранении исторического наследия. Ну, я думаю, что здесь 50 на 50 процентов, наверное, так примерно. С одной стороны, делаются, да, ну, это все достаточно важные шаги, да, шаги по благоустройству, по коммуникациям, да, какие-то инфраструктуры улучшаются, все. Но досадно то, что у нас нет комплексного именно плана реконструкции, реновации, может, да, как сейчас говорят, вообще всех исторических кварталов, вот то, что мы называем историческим центром Барнаула истории. То есть с тем, чтобы вы... Ведь это же не просто, ну, проект, который говорит, ну, вот здесь давайте дорожку, вот здесь пешеходная зона, здесь что-то. Ведь здесь под этим лежит большая экономика, экономика исторического наследия. То есть здесь бизнес должен понимать, потому что государство не может взять на себя абсолютно все расходы на всю эту реставрацию и реконструкцию и сохранение всего этого наследия. Потому что большая часть принадлежит все-таки уже теперь собственникам, частным инвесторам. Поэтому, а им на самом деле сейчас не совсем понятно вообще, что им там делать. Вот поэтому есть, вот есть какая-то досада, то, что люди, многие, и я об этом, я разговариваю, беседую, и я знаю мнение людей, они не довольны тем, что просто они не понимают, что им делать сейчас. Александр Федорович, а вот, скажем так, архитектурное сообщество края, благодаря фестивалю, который у нас пройдет, оно может как-то повлиять на судьбу исторической застройки Барнаула? Если на фестивале будут люди, от которых что-то зависит, да, вот как раз в изменении этой ситуации, да, в положительном плане, и будут услышать, и, может быть, будут принимать таких, то да, конечно, это сработает. А если на фестивале будут присутствовать только профессионалы, которые будут разговаривать друг с другом просто так, да, ну, побеседовали, это такое между собой, да, и все. То есть надо, чтобы больше было не профессионалов, простых людей? Я думаю, что больше было бы не только простых людей. Я надеюсь, что там будут представители нашей власти, и городской, и краевой, которые занимаются как раз именно проблемами города, да, развитием города, это очень важно. В том числе и благоустройство, да, которое получило в последнее время очень много, вы знаете, критики стороны там профессионального сообщества, что что-то все не так, и это не так. Александр Федорович, ну вот рядовые граждане, между тем, могут принять участие в фестивале? Нет, конечно, могут, конечно. И нужно ли? И нужно, потому что, я думаю, что, конечно, чем больше людей будут все-таки узнавать и интересоваться этим, тем больше мы получим, может быть, каких-то даже рекомендаций, может быть, каких-то интересных мыслей. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания.